ТРАССА СТО ОДИН Приветствую! В эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин. Водительский стаж 12 лет. Не нарушает. Почти. Группа депутатов Госдумы растолковала понятие «агрессивное вождение». Это, цитирую, умышленное создание опасности для движения и создание условий для причинения вреда участникам движения. Например, опасное маневрирование, опасное перестроение по полосам, резкое торможение, совершаемое в том числе после ускорения или замедления, опасное приближение к движущейся впереди машине. Все это должно быть зафиксировано средствами фото- и видеосъемки. Размер штрафа от 2,5 до 5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект будет рассмотрен парламентариями осенью. По мнению автомобилистов, новый штраф грозит многим кировским водителям. Водители у нас становятся не только агрессивные, но и наглые. «Если сравнивать с другими городами, конечно, есть водители поагрессивнее, чем у нас». «С каждым годом все агрессивнее и агрессивнее». «Больше это спокойнее, чем агрессивнее». «Бывают, конечно, некоторые моменты, но в семье не без урода». К концу 2015 года может быть увеличен штраф для водителей, не пропускающих автомобилей скорой помощи, с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Сейчас данное нарушение карается штрафом в 500 рублей. Группа депутатов Госдумы настаивает на трех тысячах. По словам одного из них, Александра Кравеца, автохулиганы, не желающие уступать дорогу скорой, ставят под угрозу жизни и здоровью людей. «Закон должен быть принят до конца года. Мы будем его лоббировать и поддерживать», – заявил парламентарий. Также он подчеркнул, что инициативу поддерживает Минздрав. В середине сентября из-за падения курса рубля снова подорожают иномарки. По оценкам некоторых экспертов, модели Ford, в частности, прибавят в цене 3-4%, Citroёn – 2-3%, Volkswagen – 4%. В целом же рост стоимости массовых марок не должен превысить 10%, иначе россияне перестанут их покупать, отмечают специалисты. Добавлю, что с начала года курс доллара увеличился на 27%, евро – на 20%. Трасса 101 В Санкт-Петербурге планируется построить первый в России завод по производству электромобилей. По самым скромным оценкам мэрии, стоимость проекта составит 50 миллионов долларов. Ориентировочный срок окупаемости предприятия – 10 лет. В настоящий момент рассматривается несколько площадок, где оно может появиться. Объект рассчитан на выпуск минимум 1 тысячи электрокаров в год. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова